Друзья, я рада всем, кто заглянул на мой канал Сама себе огород. Сегодня у нас 10 августа и первые признаки заболевания фитофтурой я обнаружила на томатах, поэтому стараюсь как можно больше всего обрезать, где листья повреждены. Вот такая кучка у меня томатов, которые я буду выносить с огорода. Здесь и желтые потемневшие, и стебли потемневшие, где-то не много, но есть. Я все это пообрезала. Здесь большой куст у меня завалился. И вот так вот еще выглядят томаты. Завязей еще много, маленьких. И все зеленые листья я еще пооставляла. Ну и оставила плоды. Планирую, вернее не планирую, а рассчитываю на то, что они еще подрастут и будет хороший урожай. Я уже поснимала все крупные томаты. Не стала рисковать. Я придерживаюсь того, что лучше пусть зеленые, но со временем созревшие, чем вообще никаких. В смысле того, что если вдруг они почернеют. Я уже несколько лет срываю крупные томаты зелеными и остаюсь с помидорами. Всегда я с помидорами. Вот так выглядит в открытом грунте томаты. Но в теплице, друзья, я убрала все. Почему? Потому что там все высокорослые. Я уже, так как уже обнаружила заболевание, я не стала оставлять томаты, бороться. Почему? Потому что у меня клубника растет. И хочу сделать пересев. А вот так выглядят еще томаты в открытом грунте. Здесь я сама осейка. Томат вырос сам. Я не подвязала своевременно. Вот он у меня лежит. Сейчас посмотрела блогера Русский Иван. И он советует там, где томаты лежат, положить под нее мяту. Листья мяты от фитоктуры, хорошо говорит, помогает. Хочу попробовать в практике. Вот так выглядит мои томаты еще очень-очень много плодов маленьких. Поэтому я сегодня вот обрезала и все подвязала. Те, которые были высокие, попадавшие. Вот так выглядят они. Будем ждать еще урожая. И, конечно, обработала. Кстати, сегодня сначала обработала, а потом начала обрезать. Ну, потому что, думаю, вдруг не успею, вдруг дожди. Поэтому я вот хочу вечером еще раз обработать. Уже после обрезки. Обработала до обрезки. Теперь буду обрабатывать после обрезки. Ну, немножко попозже. Сейчас у нас где-то 6 часов вечера. А лучше обработать, пусть все эти пеньки, которые я обрезала, хорошо-хорошо подсохнут. А лучше даже обработать завтра еще утром. Обрабатываю я молоко и йод на 10 литров воды, литра молока. Пакет я выливаю молока и 10 или же 15 капель йода. Вот и все, друзья, о чем сегодня я хотела с вами поделиться. Теперь я с вами, друзья, попрощаюсь. Спасибо всем за внимание. И до новых встреч. Пока. Пока. Пока.